Вся Родина взволнована и рада. В Москве, на фронте, в селах и в цехах победа под стенами Сталинграда. У каждого сегодня на устах. Сталинградская битва по-прежнему в центре внимания жителей Одинцовского района. Эстафета «Салют Победе» продолжается. На этот раз ее итоги подвели в горском поселении. Художественные выставки, тематические уроки, памятные акции завершились торжественным концертом. Рядовой связист 308-й стрелковой дивизии Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. При восстановлении поврежденной линии связи ему осколками мины раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей Путилов был награжден ордером Отечественной войны второй степени посмертно. 200 дней длилась кровопролитная битва под Сталинградом. Сначала советские войска оборонялись, но с ноября 1942 года перешли к наступлению, которые завершились разгромом действовавшей там группировки фашистов. Тогда стало понятно не только советским, но и немецким военачальникам, за кем будет победа в Великой Отечественной войне. В итоге Сталинградской битвы немецкое командование пришло к сокроверному выводу. Их наступательный ресурс был исчерпан. И история указала, что направление военных действий теперь разворачивается на запад и закончится в Берлине. Так оно и произошло. И теперь, вспоминая подвиг героев той битвы, из поселения в поселение Одинцовского района передаются символы патриотической акции – знамя, стальной нагрудник и капсулы с землей с Мамаева кургана. На этот раз эстафету от Горок-2 приняло Назарева. Время не может соперничать с памятью, с нашей людской, человеческой памятью. И принимая сегодня эстафету от сельского поселения Горевская, я хочу сказать, что сельское поселение Назаревская вот свой этап памяти, ну, как сказал Александр Алексеевич, откует. Символы эстафеты «Салют Победе» в ближайшее время будут бережно храниться в Назарево. Жители поселения во время патриотической акции смогут не только полюбоваться рисунками, посвященным героям Сталинградской битвы, и послушать песни военных лет, но и пообщаться с участниками Великой Отечественной войны. Раиса Киян, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».